Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Моя проблема в том, что я очень быстро перегораю в отношениях. Долго могу гореть, если со мной играть, заводка в челе, быть неулавимым. Если человек идет ко мне с открытым сердцем, полной займенности и нежности, меня сразу начинает разворачивать в противоположную сторону и хочется начать от него убегать. Он начинает раздражать, я думаю, что попало в ловушку и отношения, эта тюрьма у меня даже может пропасть в лечении. Я начинаю чувствовать, что мне очень хочется расстаться, мне очень горько и стыдно. У меня прям ком в горле, потому что теперь надо человеку об этом сообщить. Я сообщаю об этом не сразу, потому что мне тяжело. И я не знаю, как это объяснить другому. То есть это уже не первый раз так происходит. Есть ощущение, что я могу долго гореть с холодным партнером, которого мне придется все время добиваться. И еще я хотел сказать, что так было не всегда в моих первых серьезных отношениях. Но никуда не хотелось бежать. Все было нормально, меня добился парень, я ему доверилась. Потом спустя несколько месяцев, когда он мне тоже понравился, он меня бросил. Я ему стал неинтересный, я помню это ощущение, когда ты больше неинтересный, оно невыносимо. Мне кажется, шлейф этих отношений тянется до сих пор. В дружбе с парнями я самый постоянный человек в мире. Я испытываю много любви, в смысле как к человеку желание помогать. При этом это может быть даже интимно. По дружбе, но для меня это критичная грань, отношения или дружба. В отношениях для меня возлагается очень много чужих ожиданий. В дружбе ко мне не может быть никаких претензий вообще. В дружбе я не перегорала. Вопрос такой, что на всю жизнь нет ли шанса у меня быть счастливой в отношениях? Ну, вопрос о том, на всю ли это жизнь, я думаю, что нет. Я думаю, что со временем, конечно, ситуация как-то изменится. Я думаю, что со временем вы научитесь адаптироваться, вот, скорее всего. Я думаю, что скорее всего вы просто выберете такого партнера, с которым вам будет максимально безопасно, вот. Я так думаю. То есть я думаю, что вы просто вот, ну, в определенный момент, да, просто выберете человека, с которым вам будет вот, ну, максимально как-то вот, максимально с ним будет вам безопасно по ощущениям, вот. Вот, и я думаю, что вот вы решите быть таким человеком в отношениях, в смысле того, чтобы вы просто не будете прыгать, то есть не будете, ну, куда-то стремиться, да, не будете искать, ну, чего-то, вот. А будете, будете, просто вот условно говоря, там, наслаждаться, точнее, принимать вы будете, по-видимому, то, что есть, ну, вот. Я думаю, что, ну, такой вариант, он, ну, наиболее всего вероятен. То есть я, то есть вероятно, наиболее вероятно то, что вы как-то адаптируетесь просто к, ну, к ситуации, да, вот. И, значит, как научитесь в этой ситуации существовать, вот. Я думаю, так, я думаю, так. А, значит, какая глобальная здесь проблематика, на мой взгляд? Это проблема вашей ценности, ощущение своей собственной ценности и, пожалуй, что, ну, проживание, наверное, проживание болезненности, проживание боли, боли, вот. То есть это, вот, глобальная проблема. Дело в том, что дефицит данного ну, чувства, ощущения, состояния именно, 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 вот дефицит вы компенсируете тем, что придаете чрезмерное значение отношению чрезмерное значение серьезности отношений ну, то есть выделяется, как бы, этому много, много, много внимания получает вот значит, ну, как бы стремясь к серьезным отношениям вот пытаясь, как бы построить, вот, их пытаясь построить именно такие вот серьезные отношения при этом, ну, в общем-то действительно боясь сближения потому что вас могут бросить вас могут обесценить вот вас могут обесценить вы боитесь того, что вас могут обесценить вот как мне видится, по крайней мере вы этого боитесь и, соответственно, всеми силами стараются этого избежать вот и, соответственно, пока же человек с вами холоден получается, что никакой угрозы нет пока человек с вами холоден получается, что вам ничто не угрожает ничто вам не не несет какую-то угрозу соответственно когда вот это не так то есть когда человек к вам начинает что-то проявлять вы понимаете сразу, что как-то вот для вас это возможно откликнуться, да для вас это возможно заказаться под влиянием там ну, в том числе позитивно позитивным влиянием человек, да его эмоции его чувства соответственно вы вот говорите, что первый мужчина вас добился вы ему доверились это очень интересный момент то есть как-то вот хочется здесь немножко вот что называется спросить у вас что значит добился и что значит вы доверили ну вот это как как это как это я вот как это меня добили да и как это я значит как это ну доверил то есть есть вот есть конкретно здесь ощущение такое вот что вы ну значит как-то вот компенсируете некое обесценивающие некое обесценивающие тенденции вот свои внутри себя вы компенсируете их значит вот стремлением опереться на человек получается вот вот значит смотрите давайте разберем поподробнее я очень быстро перегорал вы видите вы в отношениях что это значит что это значит что вы в этих самых отношениях нацелены не на себя а не на партнера а на себя вот вы пытаетесь решить какую-то вот свою значит собственную проблему пытаетесь вы решить вот значит что это за проблема ну это вот проблема вашей ценности то есть перегорение это как раз таки означает что вы вероятно путаетесь в том где ваши чувства по отношению к человеку где ваши чувства по отношению к человеку и где ваши чувства направлены как-то вот на себя вот а значит именно вот что-то связанное с вами с вами с вами долг могу гореть если со мной играться давать кашели быть не ловим да то есть словно говоря вы хотите доказать показать свою значимость если человек идет ко мне с открытым сердцем полной взаимности нет начинает разворачивать противоположную сторону хочется от него убежать вы чувствуете себя не свободны здесь вероятно но речь идет о том что вы чувствуете себя обязаны ну человеку вот то есть значит ответственность вы чувствуете большую ответственность за ощущение другого другого человека вот другой вопрос другой вопрос заключается в том насколько это ответственность является адекватной вот то есть на нарушение ли это на границ границ ну вами своих своих собственных границ вот потому что очень на это похоже это начинает раздражать я думаю что попало в ловушку и отношение к тюрьме у меня даже может разбаваться в личинке это вопрос про личные границы про невозможность их установить ну вот значит и вы здесь вероятно боретесь даже с тем что с одной стороны хотите серьезных отношений но то как вы воспринимаете серьезные отношения это вероятно слияние ну вот то есть ну какое-то вот единое целое с человеком и в то же время вам это неприятно вам это тяжело и вам хочется от этого убежать хочется от этого уйти Так что как раз здесь очень важно увидеть, что конкретно вас раздражает, да, именно вот что конкретно вас раздражает, что вызывает раздражение. Сейчас это не совсем понятно и сейчас это не совсем очевидно. То есть вы сами как-то вот к этому поверхностно относитесь. Я начинаю чувствовать, что мне хочется расстаться, мне очень горько и стыдно, у меня в ком в горле, потому что теперь надо человеку об этом сообщить, да здесь вы берете ответственно за его чувства. Я сообщаю не сразу, мне тяжело, я не знаю как объяснить другому, а что тяжелого здесь для вас, что откликается, как тяжелое. Есть ощущение, что я смогу долго гореть с холодным партнером, которому мне придется все время добиваться. Возможно вам тяжело принимать знаки внимания, вам легче их давать и тяжело принимать. Вот. То есть получать тяжелее, чем отдавать. Связано это с тем, значит, что когда вы получаете, у вас может быть вот, ну как, теряется опора на себя. Вот. Когда вы сами, значит, ну вот, даете, опора на себя остается. Когда вы получаете, опора на себя теряется. Вот. Так что здесь опять же вот нужно смотреть. Дальше. Еще хотел сказать, как было не всегда, в моих первых серьезных отношениях я никуда не хотел забежать, чтобы было нормально. У меня добился парень, я ему доверил. Ну вот об этом игре, это очень важно, что он добился, потом добивался, как правило, наград какой-то. То есть вы себя сводите к какой-то материальной ценности здесь. Я ему доверил. Вот опять же, что это значит, что я ему доверил. Доверие, это когда, в общем-то, я как-то вот верю, значит, своим чувствам, которые у меня есть к человеку. Вот. И доверяю себе в отношении человека. А вы, получается, что вы произвели, как будто бы, замещение. Это может быть, конечно, проблемой серьезным. Дальше. Так, он мне тоже понравился, канал мне тоже понравился, он меня бросил. А это связано, опять же, с тем, что вот это эффект добивания. Как добился вас, все. То есть вы, изначально, видимо, не совсем корректно расстраивали общение. Мне стало неинтересно. Я помню, это ощущение когда-то больше неинтересное, оно невыносимое. Это связано с тем, что вы сами себе неинтересны. То есть, как бы, ну, действительно ничего хорошего нет в том, когда нас бросалось. Но то, что вы говорите о невыносимости, это вот вы сталкиваетесь с тем, что сами для себя вы неинтересны. Это вы сталкиваетесь с тем, что сами себя, получается, вы обесцениваетесь, обесцениваетесь здесь. Так. Мне кажется, если с этих отношений тянется до сих пор, да, боль не брожили. В дружбе с парнями я постоянно жива в мире, там безопасно. Я испытываю много любви, если как человеку желание помогать. Да, вы чувствуете себя свободно, нет обязательств. Серьезные отношения для вас это обязательств. Ну, как тюрьма, вы говорите. Для этого это может быть даже интим по дружбе, но для меня это критичная грань. Я не очень понял, что вы здесь имеете в виду, да, то есть, если для вас интим в дружбе позволителен, то что вы имеете в виду под критичной гранью. Ну вот, в отношениях на меня возлагается много чужих ожиданий. Какая разница, кто от вас чего-то ожидает? Какое для вас это имеет значение? Если вы так реагируете на ожидания, то вот, корень проблем. А в дружбе ко мне не может быть никаких претензий вообще. Это вы так решили? Или что? А если есть претензии, то что? Вы боитесь плохой быть? Значит, так, в дружбе я не перегораю. Ну, опять же, безопасно. Дружба это более безопасная история. Значит, есть у меня жанс быть счастливой в отношениях? В отношениях нет. У вас есть жанс, в принципе, быть счастливой. То есть, это не очень хорошая история, когда вы стремитесь быть счастливой в отношениях. Если вы сами по себе не счастливы, то в отношениях вы счастливы не будете, и наоборот. Начинать нужно с работы странной. И дальше касаться личных границ, и в целом раскрыть ваше личность потенциала. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго.